Так как работ всего 16, у этих 16 работ из Украины очень насыщенная жизнь выставок. Они только приехали и сразу были выставлены в Украинском культурном центре в Бат-Яме. Потом тут же сразу мы туда забрали и мы их пригласили поучаствовать здесь в нашей выставке. Я когда узнала, что приедут работы, посвященные семьи стрелятью победным фашистам, потому что это нужно привезти сюда в Бейджи Гал обязательно. Во-первых, это то, что нельзя забывать о том, что нужно рассказывать детям, показывать победу над фашизмом. Если вы возьмете любую семью, то каждый докажет молодость. Это было очень хорошо видно сегодня на открытии выставки, когда мы начали говорить. Здесь на эту выставку пригласила, как работ МАУ-16, я пригласила, чтобы стали участвовать художники нашего сезона художника и не только нашего художника из всего Израиля. Приехали на открытия художники из Рахавота, из Исфата, из Тель-Авива, из Хайфа и прочих. Мершевы. Да, и многие из них люди, которые прошли катастрофу или их коснулось, их семьи коснулась катастрофа. И когда на открытии начали говорить, выступать люди, я поняла, что это может быть бесконечно. Каждый может рассказывать о своей семье историю, трагедию выживания во время великоличественной войны. Но у них работа немножко другого плана. Это не цветы, это как бы есть постеры даже, есть такие коллажи, которые рассказывают именно о пережитом во время войны, скорее всего, как бы связанном с холостом. Эта выставка для меня, как для куратора, была сложная для организаторов. Потому что, с одной стороны, я вижу такие замечательные и веселые работы, которые приехали из Украины в память, в память людей в погибших. Это цветы прекрасной акварели. Кто у нас здесь еще, значит, это из Украины? Надежда Мартаненко, она прислала свои прекрасные пейзажи в месте, где проходила война. Это все прошло, и все выросло, все забыло. Поэтому, когда я организовывала выставку, я сделала как бы, потому что на ноябре 22-й группа, да, вместе соединила и катастрофу, и тяжелые вещи, страшные вещи. Она нелегкая для восприятия, я брала вещи, которые где-то абстрактные, где-то разные, но в них видна трагедия, трагедия, которую пережили люди. Здесь у нас есть работы израильских авторов, да? Да, израильских авторов. Но всегда после дождя, всегда выглядывает солнце, и всегда, и я надеюсь, что вот мы и живем, мы существуем. Все это было не зря, все это было для нас, и факт того, что существуют заслуды их. Чьи это прекрасные акварели здесь у нас, израильских авторов? Людмила Туржанская, это не акварели, это масло. Это масло. Корниенко, Оксана Корниенко. Это тоже израиль, это Украина? Это приехала работа из Украины. А вот там дальше мы видим работы и масла, и прекрасных акварелей, и Людмила Туржанская. Вот здесь у нас графические работы. Есть графические работы людей, которые я не помню. Это работы художника, прекрасного здесь, Рахавота. Он спрашивает, а можно мне это привести, а можно мне это привести? У него есть графика, у него есть прекрасная работа из дерева. Причем он взял работу, картину, живописную картину и извоял ее в дереве. Очень талантливый человек. Я рада, чтобы познакомилась с ним через художника-карикатуриста, который участвовал на моем выступлении карикатуры, посвященном 1 апреля. И так мы нашли друг друга. Вот еще я вижу интересные вот такие работы, как бы. Этот сфат, этот сфат, это работы Петра Гура. И вот у меня тоже было на открытии выставки. То есть у меня есть тоже при помощи цвета, при помощи композиции, при помощи других изображений. Мы видим, что после разрушенного, разрушенное вокруг него все начинает процветать, начинает строиться новое. Поэтому я рада. Выставка удалась. И она все-таки имеет, наряду с тем, что есть работы очень сложные, очень, я бы сказала, страшные в своей трагедии, но все-таки она оставляет чувство того, что мы продолжаем жить. Она оптимизма благодаря вот этим вот работам, которые приехали из Украины. Спасибо.